Теперь, что касается слабости силы Европы, в чем она должна заключаться и как мы к этому относимся. Безусловно, мы хотим, чтобы у нас был надежный, сильный и, что немаловажно, самостоятельный партнер. Если нам в решении вопросов, связанных с строительством наших отношений между Европой и Россией, нужно обращаться в третьи страны или в третью страну, то тогда с самой Европой неинтересно разговаривать. Кто-то из недавних политических деятелей, европейских, сказал, что все европейские страны – это малые государства. Но только не все еще это поняли. В этом смысле, я, кстати, не согласен с этим, потому что в Европе есть великие государства. Сейчас не буду перечислять, чтобы кто-то не оказался в этом списке. Мы к ним так и относимся. Как должна Европа строить отношения внутри себя? Это не наше дело. Но там существует две позиции. Вы это узнаете лучше, чем я. Европа суверенитетов, Европа независимых государств с какой-то небольшой общей настройкой. Или квазифедеративные государства. На сегодняшний день, я уже об этом говорил, количество обязательных для исполнения в странах Евросоюза решений Европарламентом принимается больше, чем обязательных для исполнения решений Верховным Советом СССР в отношении союзных республик. Централизация довольно большая. Идет это на пользу Европе или не идет? Я не знаю, это не нам, это вам решать. То, что существуют разногласия, связанные с миграционными потоками, с какими-то другими вещами. Но это тоже европейцы сами должны определить. Конечно, тем странам Европы, которые возражают против сегодняшней миграционной политики, им не безразлична степень своего участия в принятии решений. Им не нравится, что кто-то сверху навязывает решения, которые они считают для себя неприемлемыми. Но такие страны, как Польша и Венгрия, должны решать эти вопросы в дискуссии не с нами, конечно, они с нами не дискутируют, они с Брюсселем дискутируют, со столицами европейских стран. Но, как бы ни строились отношения внутри Европы, мы заинтересованы в развитии отношений с Европой, мы будем к этому стремиться. И, конечно, хотелось бы, чтобы Европа говорила одним голосом, чтобы был партнер, с которым можно говорить. Вот для нас, что важно. Но если это будет не так, мы будем искать возможности говорить на межнациональном уровне, то есть в государственном измерении, с каждым из партнеров в Европе. Хотя сегодня на практике так и строится. Часть вопросов мы решаем с Еврокомиссией, часть вопросов решаем на национальном уровне с европейскими странами. В принципе, нас это устраивает. Внутреннее строительство Европы – это не наш вопрос.